В самом центре микрорайона КСМ праздничная атмосфера. Здесь уже несколько лет подряд ставят елку. Новогодняя красавица украшает вот эту площадку. Сегодня это место проведения всех праздников в микрорайоне. А еще недавно здесь складировали мусор и ставили автомобили. Площадку благоустроили на деньги, которые ТОС КСМ выиграл на краевом конкурсе, став лучшим органом территориального общественного самоуправления Кубани. Каждый председатель ТОС понимает, на что бы он потратил эти средства. Это, соответственно, детские площадки, спортивные площадки, это благоустройство территорий района. Планов у ТОС КСМ много. Например, установить на площади лавочки, провести электричество, чтобы уже в следующем году елка светилась яркими огнями. А рядом, буквально в двух шагах, отремонтированный ДК-центр нацкультур-истоки. Мы проводим здесь праздники, День защиты детей, новогодняя елка микрорайона КСМ, а также мы проводим всякие мероприятия, которые нужны микрорайону на этой площадке. Семья ТОС КСМ, и это домкома, это актив, это люди, которым не безразличен микрорайон, да и город в принципе в целом. Вообще ТОСы в городе Сочи с каждым годом становятся все активнее. Сегодня их уже 67. Советы создают даже в самых отдаленных селах с населением в 200-300 человек. Проделанную за год работу по традиции отмечают на ежегодном конкурсе «Лучшее благоустройство». ТОС КСМ занял почетное третье место, а первым стал ТОС «Раздольное». Кроме того, был выбран лучший двор, улица, дом, подъезд, домком, управляющая компания. Теперь лучшие в благоустройстве будут отстаивать честь города на региональном уровне. Кстати, в прошлом году Сочи стал лучшим в крае. Самое главное в итогах – это достигли мы ли улучшения качества жизни наших людей. И качество жизни – это определяется и показательность качества здравоохранения, и показательность качества образования. И, конечно, место жительства – дом, двор, улица, подъезд – это тоже качество жизни. Кроме того, отметили тех, кто ярче всего оформил свои объекты к Новому году. Среди районов отличился Адлерский. Сегодня в зимнем театре подвели итоги года в целом. Анатолий Пахомов отметил, что 2017-й был сложным, но продуктивным. Город посетило 6,5 миллионов туристов. В зимние праздники ожидается порядка 350 тысяч отдыхающих. На курорте родилось за год порядка 7 тысяч малышей. Строятся новые школы и детские сады. Отремонтировано 96 дорог. 160 квартир получили переселенцы из аварийного фонда. Город принял 240 крупных мероприятий. Ну а следующий год будет не менее напряженным. Город примет чемпионат мира по футболу. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ.